хочу вам показать как нигде видите на неправда их на берег выкинула они уже умерли вот они облетели это их домик был вот тут большая ракушка была большая и внутри знаете в которой жемчужи вообще я тут слышала что на мраморном море возле сдачи туда не прям жемчуг доставали нужен чужинку в ракушке конечно можно найти и тут трудно открыть пахнет это конечно не очень приятно тухлой рыбой куда не все уже умерли и вот так они под мостом облепляют существуют он бутылка я сейчас пойду дома пакет возьму и пляж уберу потому что все это из моря приплывает естественно кто здесь живет мы соседи никто это здесь не кидает какие люди свиньи вот этот ведь бардак это приплывает море я вон уже кучу накидала сейчас пойду пакет возьму чтобы отнести это в мусорку это конечно ужасно видит такое ну пишешь это когда сам здесь доживешь то есть по сути это твоя территория не очень приятно это видит это все с моря приходит вот этот весь трассе стекло разбитое вообще короче и опасно это и и ужас короче говоря ребят девочки мальчики я потратила на этот пять минут всего лишь прям ворот ограду наш кошмар я вот потому что не супер там я какая-то хорошая тихо титан я про то что люди ходят на пляж на море забирайте мусор с собой кладите просто в мусорный контейнер откуда откуда его заберут на переработку потому что вот это вот все пришло из моря рыбы то понимаете кальмары тут меди и все прочие не могут они в этом жить существовать они это едят они от этого умирают некоторых банках вот из-под пива улитки домики себе сделали сидели тусовались ну ну как бы кому он и к тому что если пойдете на пляж будете уходить избирать просто мусор с собой может меня вспомните лишний раз и мусор свой заберете это плантация оливковых деревьев через дорогу где я стою с той стороны я уже в другом влоге показывала там море находится немножко расскажу вот видите горы наверху вот это уже считается это деревня настоящая деревня которую же не одна сотня лет а вот это дома такие модернизм более модерн да это дачи тоже новые постройки сейчас все здесь тоже активно застраиваться так как шаркёй это туристический город и вот при в пригороде этого города шаркёй им кстати на минуточку 30 тысяч человек живет 32 а летом и те кто на даче приезжают на сезон летний здесь 300 в 10 раз больше человек 300 тысяч человек здесь также есть отель из стамбула приезжают автобусы здесь есть рейсовые почему мы здесь вообще оказались я имею ввиду дачу моих семьи моего мужа все родственники здесь тоже во всех даче потому что про бабушка моего мужа она вообще как бы турчанка она в семье мусульман турков но она родилась в македонии она очень много русских слов македонский язык похож вот и в 90 лет еще назад их семья когда она была маленькая с ее папой то есть прадед моего мужа они переселились обратно в турцию кстати вот турецкий флаг у нас даже во дворе их турция приглашала тогда по обмену если знаете да греки уезжали они турки мусульманская семья из македонии переехали обратно в турцию мы просто здесь на этой территории в городе шаркёй и выделили государство подарила бесплатно в их пользование землю это можно было оформить на себя то что они не сделали по документам они это сделали оформили но это было каждым так ну ничего за это платить не нужно было это за переселением за возвращение на родину им дали эту землю чтобы здесь все было брошено здесь ничего не было ну короче глушь вообще было здесь вообще ничего не было ни курорта ничего тогда толком город как туризм и все прочее в турции это все началось там 30 лет назад поэтому тогда только сюда народ потянулся эти земли вообще и брошенные никому не нужны были чем шаркёй славится тем что здесь оливковые вот плантации которую прямо видите да у всех это одна семья например вот эта вся большая территория и также вина здесь растут виноградники и на турцию на все делаются вина различные и вот короче прадед моего мужа он построил винную фабрику и их семья занялась виноделием они стали богатыми зажигами у них было много земли очень много всякие у них еще есть и я вам говорила огород у бабушки нашей есть это брошенная просто территория с посадками там всякими абрикосами инжиром и всем прочим мы за ним не ухаживаем есть человек который за этим ухаживает собирает плоды просто осенью или летом заезжаем берем то что нам нужно срываем и собственно кушаем но не ухаживаем за этим не поливаем там грядками не следим и вот таких земель у всей семьи очень много у него очень много детей у прадеда у бабушки братьев и сестер и они такие зажиточные семейная семья трудолюбивая все дети всегда у них работали короче говоря потом бабушка вышла замуж а вот эту фабрику винную с чего они начинали у него забрал его брат родной который тоже с макинонии переехал ну там такой конфликт семейный пошел мол я брат он ленивый был и он короче говоря мол ну ты мне тоже что-то нужно по-братски поделись и в итоге он короче отмутил эту фабрику он все бросил нет и с детьми на счет подростком тогда бабушка мужа была не приехали в стамбул и он начал начал открывать магазины тогда только это все начиналось торговля все прочее я имею ввиду магазины продуктовые типа супермаркетку что называют бокалы короче говоря и у него был один из первых бокалов в ортокёй стамбуле они там жили в ортокёй вот и когда он зарабатывал деньги это делать хорошо пошел они покупали недвижимость по стамбулу у них были квартиры в разных местах и у каждого ребенка была как бы скажем так своя квартира в каком-то месте сейчас потом стамбул стал центром то все обросло как бы до пригородом большим наша бабушка жила раньше на такси не она продала квартиру потому что мы как бы невыносимо жить хоть и центр шумный все такое прочее вот такая вот у них у бабушки мужа семья собственно она всегда была медсестра медработником вот тоже у него были свои дети замуж она один раз выходила но у него рано умер муж и по сути бабушка всю жизнь жила одна воспитывала ее замуж она больше не выходила у нее были там какие-то ухажеры все такое ну замуж она не вышла в итоге короче за них тут там ухаживал причем у нас бабуля такая знаете была и есть очень ну и такая светская не верующая ни разу на македонка осталась у них семья эти традиции язык она до сих пор помню вот когда я в семье пришла сейчас уже совсем старенькая 96 лет на мало говорит на раньше мы с ней общались много на русском чё знала в общем она по сути ты не турчанка своя на македонка на самом деле хоть она и родилась на сумме верующими них никто никогда не был вот такая вам краткая экскурсия если вам еще хотела показать что я покупаю привожу домой из с дачи когда возвращаюсь там всякие фрукты конечно овощи и не затрагиваю мы там покупаем естественно все это органик с огорода там потому что из базар просто всегда можно вообще базар называть у кого что растет они приезжают в город и просто продают там них не аренды ничего нет в общем конечно что же говорить вкус фруктов овощей там совершенно другой там вот я вам говорила вот мир фт шарат ави это фабрика этим вином продаются всяких магазинах и маркетах по турции больше в сторону черного моря они экспорт делают себе купила вот такое мускат на и первый раз попробовать мне посоветовали люблю вина легкие сладкие не сухие фруктовое вино в турции вино так себе не такие как заграничные французские но из турецких вот такие фруктовые вот это персики персиковое вино они всегда сладкие не прогадаете я люблю такие не жесткие и это на подарок у меня красное вино тоже полусладкая и если вы видите а в мигерсах это точно есть во всяких магазинах других вот шаркей чифкинык это фабрика по производству вообще все у кого такого домашнего органического фабрика очень маленькая но продаются они во многих всяких супермаркетах сетевых это и есть город широкий бренд этой марки вы варенье все это везде продается но в их магазине фирменном а это все выбор конечно гораздо больше здесь я на магазине не видела варенье с баклажанами и купила это варенье из шелковицы кораду черная шелковица ничего особенного стамболь можно найти и варенье из арбуза также у них есть из такого интересного из помидоров варенье из ой дай бог памяти слова забыла с грецкого ореха грецкого ореха в россии тоже покупала и вот такое дело попробовать хендистан живезли кремосы это знаете как есть ореховая паста а это ореховая паста из кокоса это кстати продается в мигросе тут тут наклейки и шарпич и штук нет и вот еще первый раз купила душе не пробовала их домашний кетчуп по составам хотела бы показать ингредиенты томатная паста уксус вода и сахар и все я думаю что это не долго хранится на почитать даже дата производства особо нет а вот он и есть дата производства до 10 а а сделан 10 июля 2020 вот 10 июля до 10 и пардон 10 июня сделано сделан 10 июня 2020 года вот то что я там покупают таких ногти в магазинах фрукт овощи конечно не берем а еще суджу купила ну что там показать у него марки нет это тоже от местного кассабджи мясника фермера он делает суджук эта колбаска такая жирная для завтраков турецкая вот короче говоря тоже привожу всегда с деревни вот такой у нас улов покупкам получился